здравствуйте друзья сегодня мы начинаем историю многосерийную про power query одного из величайших нововведений в excel и сегодня у нас первая серия мы в этой серии посмотрим на назначение этого инструмента и оценим его главные характеристики что это такое зачем он нужен чем он может нам помочь и почему power query это очень хорошо у микрофона федор самородов я работаю преподавателем в учебном центре специалист при мгту имени баумана и мы могли с вами встречаться на курсах по базам данных по какой-нибудь аналитики программированию или типа того а если мы с вами еще не встречались то приходите к нам учиться там и познакомимся но давайте сразу к делу переходить итак microsoft последнее время ввел в excel несколько новых надстроек которые начинают со слова power и должны все вместе помогать пользователю решать аналитические задачи и все вместе эти инструменты они как бы должны плавно вливаться в набор инструментальных средств power bi но нас сегодня интересует только один инструмент из этого семейства это power query если у вас новый excel то ничего ставить не надо он там у вас уже есть и даже немножко по-другому это менюшка выглядит с power query а если excel у вас не самый последний то просто скачайте бесплатно в эту настройку для excel в гугле наберите power query и первая же ссылочка приведет вас на скачивание скачайте эту бесплатную настройку и она у вас появится в excel списке плагинов давайте на всякий случай покажу где она там у вас появится и так вот смотрите у меня excel и в excel есть отдельный пункт главным меню power query вот если в вашем excel этого пункта нет то зайдите в список надстроек файл параметры в параметрах выберите надстройки в надстройках конкретно комовские надстройки и посмотрите нет ли у вас здесь power query если есть то поставьте галочку ну а если нет скачайте и у вас появится эта штука вот эта штука в зависимости от версии проявляет себя немножко по-разному но скорее всего вы увидите видео такого отдельного пункта меню power query давайте обсудим главный на сегодня момент зачем этот самый power query нужен в чем его глубокий смысл ну давайте сначала я немножко продемонстрирую как это работает а потом мы к этому вопросу вернемся итак power query предназначен для того чтобы вы могли в целом так в общем данные загружать в excel из разных других источников и по ходу дела их как-то трансформировать в принципе мы такие вещи могли делать и раньше и очень давно ну например классический способ импорта данных в excel выглядит как я захожу на закладку данные и смотрите слева тут довольно богатый список из разных источников вот здесь баз данных из много из чего даже вот microsoft query есть и в принципе я данные загружать могу если у вас совсем что-то экзотическое то да это может быть проблемой но обычно мы данные загружаем все-таки из каких-то разумных баз данных и не проблема вот это вот эту процедуру провести механизм power query который предлагает нам новый более правильный способ импорта данных excel он до сих пор очень сильно недооценен и многие не понимают зачем он нужен когда вот они средства импорта данных есть и они хорошо изучены и описаны нормально работают здесь есть один принципиальный момент вот эти старые классические способы импорта данных они помогают вам только лишь до того момента когда вы создали соединение с источником то есть они помогают вам визуально без за там какого-то программирования а при помощи кнопочек и интерфейса составить соединение с источником connection data source и все а уже что дальше будет это пожалуйста сами делаете принципиальное отличие power query в том что power query фокусируется не на соединении соединение вам тут уже не интересно особо а на запросе то есть power query это набор интерфейсов кнопочек там и разных менюшек которые позволяют вам работать не соединением а пойти дальше работать с самим запросом вот это здорово и это и есть первый и главный смысл power query в том что мы раньше работали со ссылками на источник а теперь с самими запросами ну давайте что-нибудь простое сделаем ну например оказалось что нужные мне данные для анализа где-то в интернете есть на каком-то сайте и я хочу их в excel загрузить ну например вот зайдем на сайт специалиста и посмотрим у нас тут какие-то вот курсы например курсы по excel уровень 2 ну интересно зашел на страничку курса и я хочу закачать в excel расписание у нас на страничке каждого курса есть описание программы там все дела и в том числе есть расписание вот она вот эти данные они в интернете нашлись то что мне нужно есть и даже вроде как они отформатированы в виде таблицы ну вместо расписание вы можете представить там какие-нибудь курсы валют на сайте rbk или какие-то там еще котировки где-нибудь ну что и какие справочные таблицы из википедии например то есть эти данные вот в интернете допустим есть но они не выложены уже формате excel они представляют собой там какую-то произвольную табличную вертку в html и как их загрузить давайте попробуем я копирую адрес странички захожу в power query и в power query обратите внимание слева группа кнопок предназначена для получения внешних данных ну на первый взгляд здесь тоже самое что я видел и на закладке данные вот смотрите данные и тут тоже видите разные источники ну можно заметить конечно что источников побольше стало тут видите облачных источников много да и вообще тут всякие разнообразные источники из актив директоре из фейсбука из эксченжа например но это не главное вот это вот богатство выбора баз данных из которых вы будете данные импортировать это далеко не самое главное преимущество это сделать десятое главное преимущество вы сейчас увидите ну давайте из интернета из интернета и у меня в бульс переобмена уже лежит адрес той самой таблички с данными которые мне нужны окей вот сейчас power query подключается к источнику данных к воображаемой базе или к веб-сайту и он попытается сейчас на этой страничке найти данные табличные природы и если он их найдет он их мне покажет и предложит их импортировать вот сейчас обдумывает дело и сейчас увидим сколько табличек он нашел на странице курса на сайте специалистов там наверное будет ни одна табличка но среди этих табличек наверное будет расписание ну вот посмотрим так вот во первых он нашел табличку где какие-то там отзывы по курсе не то другая табличка это программа курса это тоже не то что я хотел дальше а вот смотрите расписание вот она ну и еще там чего-то еще какая-то стоимость и еще можно загрузить всю эту страничку целиком вот я нашел на этой страничке табличку которая мне нужна и что же делать дальше вот если бы я пользовался старыми классическими средствами то лучшее наверное что у меня получилось бы это просто взять да и загрузить эту табличку на экселевский лист в том виде в каком она получается но скорее всего формат в котором она сейчас у меня в экселе возникнет он мне не понравится тут много лишнего мусор какой-то и анализировать или как-то использовать эти данные сразу нельзя надо их предварительно чистить обрабатывать и это значит будет отдельная у меня какая-то процедура но в power query все не так в power query вы получаете запрос вы получаете запрос вот справа видите запросы книги запрос который можно дальше визуально дорабатывать можно этот запрос безо всякого программирования визуально усовершенствовать и получить пригодный к повторному использованию алгоритм который эти данные не только загружает но и сразу очищает и готовит вам сразу для анализа я вижу вот он этот запрос изменить открывается отдельное окошечко это окошечко устроено так слева список ваших запросов с которыми вы работаете вашей экселевской книги у вас же не один запрос может быть не только вот это расписание этого курса а может быть там еще котировки валют какие-то или еще что-то из википедии но у меня запрос пока один по центру вы видите то как этот запрос в данный момент работает то есть почему приведет его исполнение к тому что у вас в excel загрузится вот в таком виде табличка а самое интересное мы видим справа примененные шаги вот это визуальное представление алгоритма моего запроса и вы должны добавить сюда еще несколько действий которые придут тому что табличка примет нужный вам вид ну первое что бросается в глаза тут сверху лишние строки которые мне не нужны давайте их удалим смотрите вот есть кнопочка удалить строки и тут удаление верхних строк удаляем верхние строки сколько две штуки удалим давайте запрос это сразу выполняется ну в том смысле что вы сразу видите к чему приведет его выполнение вот так а справа у вас появляется дополнительный шаг если вы видите что результат вас не устраивает то можно сразу отказаться от этого или можно настроить вот справа кнопочка с шестеренкой нажимаем подумал так а что будет если опять строк удалю например а вот так будет нет что-то 5 многовато подумал я а если я удалю одну строку наоборот маловато все таки два хорошие решения удалил стало лучше теперь давайте удалим лишние колонки удалить вот этот столбец удалить столбец и еще вот тут какие-то непонятные столбцы тоже явно не нужны мне удалить удалить так хорошо все что я делаю все это появляется в виде шагов которые можно потом редактировать естественно или отказаться или вернуться назад так теперь давайте что-нибудь сделаем посложнее поинтереснее вот дата в этой колонке на самом деле две даты дата начала курса дата окончания курса и мне неудобно что обе даты у меня в одной колонке давайте их разобьем выберем эту колонку это очень частая операция естественно и для нее придумали даже отдельную кнопочку разделить столбец разделить можно двумя алгоритмами можно разделить по дефису по разделителю по какому-то символу или можно просто отсчитать справа или слева нужное количество цифр ок ну давайте оба варианта попробовать давайте по количеству символов попробуем разделить дата начала это 10 символов слева 8 цифр и две точечки 10 символов однократно как можно левее отрезать в отдельную колонку окей то смотрите дата вылезла в отдельную колонку и кстати power query сразу распознал тип данных data это теперь не текста это будет рассматриваться когда-то что конечно здорово так теперь вот из этой колонки надо дату окончания вырезать ну или может быть пробел выкинуть другими словами я снова по количеству символов разделяю эту колонку и говорю давай теперь 10 символов отсчитаем справа и снова все прошло удачно и тип данных распознался правильно power query видишь что это дата это значит что к этой колонке в дальнейшем я смогу легко применять функции для работы с датами ну а этот различные нужен и я его удалю разделять колонки можно не только отсчитывая слева справа сколько-то символов а можно и по какому-то разделителю обычно так даже удобнее ну например вот преподаватель здесь фамилия имя отчество записано в одной колонке а мне это неудобно допустим хочется отдельно фамилию имя отчество разделить столбец по разделителю и в качестве разделителя возьмем примеру пробел по каждому вхождению это значит будем столько выделять слов сколько там есть так готово сразу в одно действие фамилия имя отчество распались на разные колонки удобно ну вместо обучения тоже наверно давайте разобьем по запятой запятая разбил и понял что зря это сделал получилось как-то некрасиво но не страшно смотрите каждый каждое ваше действие добавляется в виде дополнительного шага и вы можете во первых то что вам не понравилось просто взять удалить и вернуться к предыдущему варианту а во вторых вы можете просто поставить мышку на какой-нибудь из предыдущих шагов и посмотреть как выглядели ваши данные вот на этом шаге алгоритма например сначала смотрите что сначала сначала мы пошли по какому-то адресу по какому адресу вот по этому адресу и загрузили то что там есть второй шаг навигация мы выбрали с этой страничке вот эту таблицу как видите можно в начало вернуться и все это вспомнить посмотреть или поменять потом мы начали этот тип и данных менять потом еще верхние строки удалили ну и так далее все это здесь отражается в виде такого алгоритма еще раз вернемся к главному назначению этого инструмента главное его назначение в том что мы теперь работаем не с соединением а с запросом у нас запрос это теперь полноценный объект который можно красиво редактировать понимать происходящее и полноценно с ним работать вот так это выглядело раньше раньше если вы хотели какие-то там данные хитроумно получить из источника то вам приходилось самостоятельно какой-то запрос писать что-то программировать то есть excel вам в этом не не помогал excel помогал вам составить строку соединения строку подключения вот то что у меня зеленого видно вот это делалось визуально через мастер или там через какой-то интерфейс а то что вот у меня оранжевым обведено вот это вы должны были писать сами запросом работать excel вам не помогал да и в заголовке окошко ведь написано что мы работаем с подключением соединением это было раньше а что стало а стало вот что теперь пожалуйста можно визуально конструировать запрос то чего раньше я делать не мог работаем запросом и полноценно его конструируем без знания какого-либо языка то есть не нужно знать не из куэль там ничего пожалуйста работайте при помощи вот этих кнопочек это конечно очень здорово и так отметим что вот это главное назначение парку и ну давайте доведем до логического конца нашу демонстрацию вот пользователь начал работать с запросом в конце концов он привел данные к нужному виду ну давайте еще я что-нибудь такое сделаю простой вот к примеру к примеру скидка скидка здесь указано в процентах и она там где-то указано где-то не указано давайте сначала из этой колонки вырежем слева три символа вот так чтобы осталось там точно только скидка все что там лишнее мы удалим так а в оставшийся в оставшись в оставшемся столбце давайте попросим считать это не текстом а числом так не получилось потому что там проценты до символ процент я забыл но не страшно я всегда могу либо удалить последний шаг либо вернуться чуть на шаг назад и перед последним шагом когда я прошу превратить это из текста в число взять и вставить какой-то новый шаг ну например вот смотрите замена заменим к примеру процент на просто на пробел вот так и теперь изменим тип на число вот так ну что еще тут давайте считать что я справился и то что хотел пользователь он сделал теперь надо наверное надо наверное переименовать колоночки вот так вот это делается фамилия фамилия имя отчество ну и так далее окончание так и конечно же придумать название для вот этого запроса потому что запрос это у нас теперь важный объект мы его будем повторно использовать мы его будем переделывать и так далее и во всяческие места загружать и применять к нему интересные штуки поэтому надо его как-то назвать понятно назвать ну наверно так понятно и назвал хорошо и наверно ну наверно все наверно все последнее что я здесь делаю здесь это где вот в этом окошке напоминаю я нахожусь в отдельном окошке вот она видите позади у меня мой excel вот он а я нахожусь в отдельном окошке power query я в него попал когда нажал кнопочку редактировать запрос так вот в этом окошке последнее что я делаю это закрыть и загрузить запрос мой мой алгоритм начал выполняться вот он выполняется выполняется и когда загрузится сейчас заново это расписание и к нему применятся все эти преобразования а вот уже это произошло я увижу у себя на листе уже хороший результат чистый пригодный для дальнейшего использования ну что ж здорово что еще обязательно нужно сразу отметить вот мы сейчас в первой серии из первой серии вебинаров про power query мы глубоко копать его не будем конечно мы сейчас просто знакомимся но еще одна вещь крайне важна вот эти вот запросы вы можете дублировать можете создать дубликат его переименовать и как-то подправить то есть если вам часто приходится загружать какие-нибудь там котировки валют сайтов и вам нужно много запросов конечно не нужно писать каждый вот этот алгоритм заново вы создаете дубликат и его редактируете смотрите создать дубликат вот я опять оказался в редакторе запроса и допустим я хочу получить расписание какого-то другого курса с сайта специалист это был курс excel а еще у нас вот есть курс скажем дизайн рекламы полиграфия я копирую его адрес я полагаю что странички курсов на сайте специалиста одинаково наверное устроены там тоже наверное есть также размещенная табличка с расписанием и поэтому я изменю только самый первый шаг в самом первом шаге это обращение к источнику данных я нажимаю на шестеренку и говорю давай-ка вот с этого адреса загружай а все остальное пусть будет как прежде окей ну и название конечно надо поменять этого запроса расписание курса дизайн и полиграфия вот вот кстати мои запросы напоминаю слева опа вот они дизайн и полиграфия все закрыть загрузить и теперь в excel когда мне понадобится расписание того или другого курса я просто выбираю запрос и по правой клавише обновить обновить это что значит это значит заново обратиться к источнику и выполнить вот все те шаги которые вы там настроили ну уже наверное понятно что инструмент очень могучий и действительно такого такого вот у нас раньше не было так давайте я еще какую-нибудь покажу простую штуку захожу в редактор второго моего запроса дизайн и полиграфия и вот я подумал а у меня же несколько запросов которые расписание разных курсов получают а почему бы мне их не объединить в одну табличку у меня есть запрос по одному курсу по другому смотрите есть кнопочка добавить запросы добавляем запрос и говорим что вот к результату этого запроса давай прикрутим расписание курса excel 2 упс так ну вроде получилось смотрите в начале курс который читает Дмитрий Валерьевич Красновский дизайн и полиграфия это первый запрос а дальше ниже начиная шестой строке это второй запрос это уже расписание курса excel ну теперь наверное надо переименовать и назвать это не расписание курса как такого-то а расписание курсов да и еще неприятная штука я же теперь не смогу понять где какой курс ведь в этой табличке у меня курсов несколько и ну только по преподавателям наверное смогу сориентироваться нехорошо давайте мы этот досадный недостаток немножко подправим давайте добавим еще одну колонку в которой будет записано что это за курс такой добавление столбца это частая операция в Power Query и для нее даже сделали отдельное менюшку вот сейчас все кнопочки которые я тут нажимал они находятся на главной ленте в окошке Power Query а еще смотрите есть какие-то преобразования еще есть добавить столбец и вот я как раз иду на добавить столбец и давайте добавим пользовательский столбец который будет называться курс что мы тут добавим ну давайте будет называться будет этот столбец содержать просто просто слово дизайна полиграфии так дизайн и полиграфия а у другого запроса запроса который возвращает расписание курса Excel тоже надо добавить такой столбец который будет называться наверно тоже курс вот и называться он будет Excel 2 так правда я слишком поздно добавил этот шаг во второй запрос у меня сначала произошло слияние а теперь получается что еще потом после слияния добавляется столбец с названием курс нехорошо давайте вот добавление пользовательской колонки мы переместим наверх переместить вверх до добавления запроса вот так итак к тому моменту как я добавляю новый запрос у меня курс дизайн и полиграфия обрастает новой колонкой потом приходит еще расписание Excel и вот как здорово я вижу теперь из какой из какого курса пришло каждое расписание вот но кстати после слияния запросов может быть имеет смысл тоже добавить какую-нибудь колонку добавим например давайте вычислим расстояние между окончанием и началом и окончание и начало это даты и меня интересует сколько дней ну не длится курс там же еще выходные наверное будут давайте так сколько дней просто прошло от начала курса до конца окончание минус начало так сейчас посмотрим что что я забыл забыл квадратные скобочки напрасно я стал писать ручками есть же подсказочка мы же визуально работаем с этим запросом окончание минус начало вот так так как здорово что проверяется сразу на лету прямо синтаксис если что не так вы сразу получаете понятное сообщение об ошибке так ну это разница между двумя датами так посчиталось давайте мы ее в виде числа что ли посмотрим ну вот число дней ух хорошо и наверное последнее что я хотел вот в этом окошке показать главная ценность вот этого запроса для нас заключается в том что мы видим визуальное представление его алгоритма и можем возвращаться назад и каждый шаг менять визуально без знания каких-либо языков и какого-либо программирования но если все же вас интересует хардкор и хочется чего-то сложное запрограммировать то смотрите есть кнопочка расширенный редактор что это давайте заприкнем о смотрите-ка а оказывается что все мои действия которые я тут сейчас через интерфейс Power Query настраивал все мои действия они записываются в виде алгоритма на специальном языке на котором можно собственно программировать вот все мои шаги и здесь в виде формул в виде операторов и выражений все эти действия записаны так как это принято в программировании так что если не страшно пожалуйста внедряйтесь сюда пишите здесь напрямую всякий сложный код и этот запрос также будет выполняться вот такие дела так я закрыл редактор запросов сейчас заново обновиться мой алгоритм в смысле заново выполнится и я увижу расписание сразу двух курсов на третьем листе вот сейчас этот бублик перестанет крутиться и произойдет вот пожалуйста готово ну что же неплохо и вот в этом и состоит первое и основное назначение механизма power query чтобы дать нам возможность работать не с соединением как было раньше а с запросом визуально комфортно с всеми необходимыми функциями с проверкой синтаксиса и т.д. и т.п. это уже очень здорово но это первый из двух главных таких ударов главных назначений этого инструмента есть еще одна важная штука еще одна важная штука почему power query это действительно ну просто одна из лучших вещей что случалось с экселем посмотрите в корпоративной среде аналитика процесс вот этот бизнес интеллиженс он давно изучен стандартизован и куча книжек и курсов по нему написано выглядит это примерно так сначала мы со всех источников данные собираем в одной большой базе хранилище данных это большая база и она удобна для анализа она специально для этого проектируется но скорее всего нам понадобится если данных много еще и многомерная база вот эти самые олоб кубы или как сейчас говорят многомерные модели они нужны для того чтобы большие объемы данных быстро агрегировать ну чтобы можно было быстро там посчитать сумму по колонке в которой сотни миллионов строк желательно в реальном времени вот обычные базы данных с этим не очень хорошо справляются а многомерные базы отлично справляются ну и потом на базе всего этого строятся отчеты отчет это готовый конечный продукт то есть вы его открываете смотрите и наслаждаетесь этим самым отчетом вот процесс он уже больше десяти лет применяется успешно хорошо изучен отловлен и все там хорошо но если вас в отчете что-то не устраивает то вам придется скорее всего обращаться к IT специалисту ну например чтобы он в отчет добавил какие-то там показатели которые вам нужны и этот IT специалист он без сомнения это сделает но у него это займет некоторое время а вы все это время будете ждать а если окажется что для вывода ваших показателей в кубе не хватает какой-то агрегации то это значит еще куб надо усовершенствовать а это вообще очень долгая история ну а самое страшное что может случиться может так оказаться что для подсчета нужных вам показателей не хватает каких-то фактов или размерности в хранилище и тогда это вообще очень надолго пока там это все в хранилище как-то там подгрузится интегрируется пока кубы пересчитаются в общем это очень долгая история то есть вот эта корпоративная аналитика она хороша но она очень неповоротлива в том смысле что какие-то новые требования новые пожелания к отчетам они требуют заметного времени на реализацию и Microsoft задумал отдать возможность пользователю анализировать данные персонально то есть пользоваться конечно вот этими хранилищами кубами отчетами но иметь возможность их самому без IT специалистов быстро как-то по-простому дорабатывать чего-то туда добавлять и быстрее получать нужные отчеты может быть они будут не такие шикарные не такие профессиональные но главное что вы быстро получите этот результат и вот эти вот задачи которые после стрелочек у меня тут обозначены Microsoft начал постепенно отдавать пользователям то есть по-прежнему IT специалист может этим заниматься конечно же но пользователь теперь тоже может в этом поучаствовать ну например пользователь может попытаться сам построить отчет взять report builder или вот новые надстроечки к Excel в Power View, Power Map и вполне себе красивый отчет слепить ну немножко придется времени надо потратить на знакомство с этими инструментами но очень немного потому что это инструменты специально для конечного пользователя не для IT специалиста то есть вы должны их быстро освоить если окажется что чего-то не хватает в кубах каких-то KPI нету нужных вам мер или там каких-то еще расчетов упочислений то вместо того чтобы ждать пока IT специалисты переделают этот куб заново его запроцесят и это очень долго вы себе создадите свой локальный куб в Excel самое наверное крутое нововведение за все время существования Excel это конечно Power Pivot по сути эта штука позволяет вам у вас на локальном компьютере внутри Excel работать с настоящими кубами собирать их процессить и строить на базе них отчеты то есть получается что теперь вы можете сделать это сами без IT специалиста и очень быстро но остается последняя проблема а что если в вашем хранилище корпоративном и вообще вот в пределах досягаемости нету нужных вам размерностей или фактов вот как быть тогда ну допустим возникает у вас гипотеза что стоимость акций вашей компании коррелирует с графиком солнечной активности стоимость акций вашей компании она в вашем хранилище хранится или скажем динамика спроса тоже все это все что касается бизнеса все в вашем хранилище есть но вот у вас возникла гипотеза а хочется проверить а не зависит ли динамика изменения спроса от солнечной активности вот где взять график солнечной активности разумеется разработчик корпоративного хранилища об этом даже и не думал и ему такое в голову прийти не могло поэтому конечно в хранилище нет таких фактов и ничего похожего но если вы поройтесь в интернете то где-нибудь там википедии или где-то еще вы найдете наверняка нужные данные и теперь вы можете их сами подкачать в ваш локальный куб в Power Query вот это второй величайший смысл механизма Power Query то что пользователь может теперь не только отчеты сам себе лепить и кубы тоже лепить себе сам а он еще может в обход корпоративного хранилища в эти свои кубы загружать новые размерности загружать новые факты вообще какие угодно откуда угодно все что ему придет в голову эта штука настолько важная что ее наверное стоит поставить вровень с первым пунктом нашего списка да кстати давайте я покажу как это выглядит смотрите а выглядит очень просто вот я запрос написал который там воображаемый график солнечной активности преобразует к удобному виду и закачивает из интернета на запросе вы можете нажать правую клавишу и обнаружить тут пункт загрузить в кстати мы этот пункт уже видели вот когда я находился в конструкторе запросов тут смотрите главная кнопочка закрыть и загрузить и тут тоже видите закрыть и загрузить в так вот что это такое что это за такая кнопочка смотрите загрузить в означает что вы можете загрузить ваш результат запроса прямо в powerpilot то есть прямо сразу это станет размерностью вашего куба или фактической таблицей вот просто ставите галочку и все и больше ничего делать не надо загрузить идет загрузка ну собственно пока она идет уже можно заходить в powerpilot смотрите куда я загружаю данные я загружаю данные в свой куб который у меня воображаемый куб который я там строю в powerpilot с размерностями и фактами и так далее и со всеми прочими атрибутами вот я захожу в powerpilot открываю а здесь смотрите вот оно уже есть расписание курсов пожалуйста расписание курсов уже загружено и если бы у меня здесь уже была модель данных построенная то я бы сразу увидел что появилась еще одна табличка которую сразу можно подключить как размерность к существующим здесь уже фактам или наоборот как факт к существующим размерностям вот так это очень круто и это у нас второе главное назначение powerquery то есть раньше я подключаюсь из powerpilot в хранилище мне говорят вот дорогой пользователь есть вот такие таблицы выбирай среди них ну а если среди них нет того что надо то значит вот так вот ну а теперь я легко то что надо могу получить и одной галочкой добавить эти сведения в модель ну то есть сделать размерностями или фактами в моей многомерной модели это невероятно крутая штука и оценивать powerquery следует конечно же не по тому какие там есть в меню кнопочки кнопочек этих будет со временем все больше и больше и вот в том языке который я показывал в расширенном редакторе там тоже будет все больше и больше возможностей это понятно оценивать powerquery следует по вот этим вот двум задачам которые теперь может делать пользователь во первых работать с запросом и работать очень даже неплохо а во вторых действовать в обход корпоративного хранилища и свои кубы свои многомерные модели закачивать все что угодно это тоже дорогого стоит если вы с анализом данных всерьез заморачивались то вот эти две вещи должны ну очень здорово облегчить вашу работу и невероятно повысить ваш кпд ух ну наверное для первой серии хватит теперь мы знаем для чего нужен powerquery ну а в следующих сериях мы уже будем копать его в глубину мы посмотрим как программировать на этом языке понажимаем на другие кнопочки которые я сегодня не трогал посмотрим где эти запросы можно еще использовать их можно не только в экселе использовать их можно использовать и в других инструментах аналитических то есть это такой объект для обмена между пользователями коллективной работы это все будем дальше изучать ну и конечно же приходите к нам учиться обо всем этом и многом другом по части анализа данных экселя powerquery и power power всего остального со всеми остальными суффиксами вы обо всем этом можете узнать на наших курсах приходите к нам учиться где найти расписание вы теперь знаете как его проанализировать тоже теперь умеете а у микрофона был Федор Самородов заходите на мой канал на ютюбе там много интересных лекций по анализу данных и конечно же добавляйтесь в друзья во всех сетях буду очень рад с вами подружиться ну что ж рад был с вами услышаться до скорых встреч подписывайтесь чтобы не пропустить анонс второй серии вебинара по powerquery спасибо за внимание до свидания